Друзья, всем привет! Раннее-раннее утро, половина восьмого, я приехала в аэропорт местных направлений. На самом деле многие не знают, что в Ташкенте два разных аэропорта. Первый аэропорт это аэропорт международных направлений, и второй аэропорт терминал 3 это аэропорт местных направлений. Узбекистан развивается и поэтому приобретает новые самолеты, чтобы как можно больше мы были мобильные между областями. Местные авиалинии будут называться Силкавия. Сегодня приехал первый самолет, мы посмотрим, познакомимся, увидим его прибытие сегодня. Соответственно самолеты будут летать между регионами все чаще и чаще. Сегодня у нас много журналистов, ну чтобы вы понимали, как выглядит аэропорт внутри. То есть здесь у нас регистрация, и мы проходим уже через таможню. Собралась вся команда журналистов, встречает новый самолет Силкавия. У нас пропустили прямо на посадочную площадку, все одели жилеты и стоим ждем. Будет много фото, видео. Друзья, я впервые на таком мероприятии, встреча самолета. Нам выделят место, откуда мы будем встречать посадку. Такая будет форма у стюардест. Посмотрите, как все ярко и красиво. Водяная арка. Так встречают самолеты в Узбекистане. Смотрите, какая просто... Просто огонь. Приятно. Вот экипаж передает самолет нашему экипажу. Очень красивые, кстати, цветы. Солнце яркое светит сегодня, но мы сейчас зайдем на борт. Я думаю, что будут уникальные кадры. Мы первые с вами зайдем на борт нового самолета. Модель самолета АТР-72600. То есть я думаю, что люди, связанные с авиацией, это сразу поняли. Оказывается, я встретила своего однокурсника Аскара. Я споттер, да. Споттер. Мы снимаем самолеты, ходим на всякие такие мероприятия, встречаем. Ну, у вас большой опыт самолета. Да. Расскажите свое ощущение и впечатление. Впечатление шикарное. Самолет прям пахнет замечательно. Навизной, да? Да, он пахнет навизной. Они постарались. Вот ждем. Сейчас он белый. Ждем, когда нанесут ливрея здесь в Ташкенте. Он будет такой в узбекских цветах. Яркий, с анатласом, да, потрясающий. Так что ждем начала полетов. Надеемся, будем часто летать с ним вместе. А сколько, думаете, еще будет самолетов в этом году? Есть какая-то статистика? Вообще, они заказали 5 новых самолетов во Франции, АТР. И 3 должно самолета быть всего в ближайшее время. То есть, это самый первый. Так что, дай бог, еще 2 в Бангкоке, они готовятся. Тоже вот так 3 дня длинным маршрутом прибудут. Этот с Баку прилетел? Нет, с Баку это просто пересадка. Он вообще с Бангкока вылетел. Он пролетел, да, да, да. Они все летят длинным маршрутом, потому что через Гималайя лететь невозможно для него. Потому что потолок не такой высокий. Поэтому вот они также будут в облет летать. Ребят, вот пилоты, которые прилетели, и пилоты, которые будут летать на этом самолете. Да, я иду. Сказали, можно? Так, проходим. Как пахнет новизной в самолете. Давайте не задерживаемся сильно, пожалуйста, чтобы все издали. Просто так не сидим. Получается? Вот потолок. Вот иду я. Вот снимает Роман. Слушайте, ну класс. Нажимаем. Ну, багажная. Ух, вы видели, как она открывается? Я на тебе испытаю кресло. Насколько узко или не узко? Ну, для меня, у меня достаточно высокого, нормальный. То есть, это, по-моему, он даже больше, чем в Туркиш. Да, да, да. Это достаточно. Да, просторный самолет. Не трогай. Что у нас, столики. Мы все в таких жилетках. И вот, исследуем новый самолет. Очень тут колоритно. Параллельно мне тут снимает камера. Ну так. Все хотят в кабину пилота. Там очередь. Ром, ну как? Все, заходи. Я быстро. Вот такая вот кабина. Я первый раз в кабине самолета. Ну, я считаю, что Новый год начался хорошо. С нами в розыгрыше, дорогие. Посмотрите, сколько тут разных кнопок. Просто. И в окошке журналистов. Все вот, как он снимает. Вот такая вот у нас сегодня история. Как вам? Ну что, с обновкой нас? Да. Что скажешь? Давай. Классный самолетчик. Классный? Да, несмотря на то, что он достаточно маленький. Да, вместительный. Да, внутри как бы места достаточно. И никакого дискомфорта особо не испытаешь. Потому что на туркиш обычно очень узкие сиденья, место. А здесь прям он широкий за счет того, что он полукруглый такой. Да, места достаточно. Достойно? Ну да. Достойно? Да. Достойно. Друзья, ну я счастлива. Я люблю самолеты. Я не знаю, кто может быть вообще равнодушный к самолетам. Я прям очень люблю и довольна. И Навруз это вообще начало нового года. И я считаю, что начало нового года у меня началось просто наилучшим образом. И супер, что именно в Навруз прилетел самолет. И авиакомпания Силк Авиа начала свою работу в активном режиме, я думаю, что с сегодняшнего дня еще больше будет полетов. Еще больше будет гостей в Узбекистане. И еще больше мы сможем качественно обслужить наших туристов, которые любят Узбекистан, которые приезжают сюда. Давайте все вместе поздравим компанию Силк Авиа с ее новым самолетом. И пусть у них все сложится. Будет много качественных полетов и будет много довольных туристов. Продолжаем дальше экскурсию по нашему местному аэропорту. Здесь, посмотрите, шары, арка проходим. Форма наших девочек. Все в бело-красном стиле. И сейчас будет дано слово руководителю аэропорта. Приветственное слово. Посмотрите, приготовлены подарочки всем гостям. Здесь, здесь. То есть это бизнес-зал в местных направлениях. Такое ощущение. Вот Силк Авиа. Сегодня у нас второй повод для празднования прилета нашего первого самолета 1526 авиакомпании Силк Авиа. Ура! Почти ловный год назад я делала доклад нашему уважаемому президенту, что очень важно в Узбекистане иметь региональную компанию, которая свяжет все регионы между собой. И которая сможет как автобус, воздушный автобус, летать регулярно из города в город, как это было раньше, много лет назад. Когда нужно, да, достаточно небольшие деньги, утром улететь, нечем прилететь к себе домой. Да и туристы очень будут рады, когда можно будет из Ташкента улететь в Самарканд, из Самарканда, Бухару, из Бухары, Бургенч, и по другим городам Узбекистана. Создание такой региональной авиакомпании Силк Авиа было одобрено, и мы с мая месяца начали ее создание. Прежде всего, конечно, создание авиакомпании послужило постановлением президента, которое вышло 26 октября. И мы начали искать самолеты на рынке. В общем, конечно, поскольку вы знаете АТР-72600, очень популярный вид региональных самолетов, их практически на рынке нет. То есть 75% всех региональных авиаперевозок в мире осуществляется на этом типе воздушных судов. И вот нам повезло, мы нашли три самолета от Барковских авиалиний, которые мы вот и купили. Мы буквально 27 октября подписали договор о купле-продаже. И вот с тех пор мы начали процесс покупки. Он достаточно долгим, тяжелым, но, наверное, правильным, потому что правила гражданской авиации говорят о том, чтобы при передаче самолета от одного владельца к другому должен быть осуществлен полный транзитный чек. И проверен самолет полностью, и местные власти дали соответствующий технический сертификат о полной готовности и неправности воздушных судов. И вот сегодня вот такой долгий путь осуществил экипаж. Три дня они летели с шестью остановками. И поскольку самолетик маленький, ну, проделан очень большой крюк и практически пролетел шесть стран, шесть аэропортов. И вот он сегодня здесь. Я хочу поблагодарить от всей души вот несколько экипажей, которые попеременно садили за штурвал и летели как можно быстрее к нам, потому что они знают, как мы их сильно ждем, эти самолеты. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ